Помните ng-content? Это способ передать в ребенка верстку от родителя. Благодаря select можно было разделить контент по разным секциям, так называемые слоты. Но бывает ситуация, когда мы хотим получить доступ к переданным компонентам прямо в TypeScript файлах для дополнительных действий. Для этого есть специальный декоратор Content Child, о котором речь пойдет в этом видео. Меня зовут Максим Гром и это канал по веб-разработке. Я установил проект по инструкции в описании под видео и запустил компиляцию. В AppComponent.html передадим детский компонент между тегами AppParent. В свою очередь в Parent компоненте я уберу AppChildren, чтобы у нас не отрабатывали лишние срабатывания жизненного цикла. Теперь давайте проверим рисуется ли дочерний компонент. Мы видим ParentWorks, но дочерний компонент не рисуется. Чтобы отрисовать переданный контент, нужно воспользоваться тегом ng-content. Это вам должно быть понятно из урока про передачу контента. Мы видим, что ChildWorksMyProject. Далее мы можем добавить сюда селектор, чтобы дополнительно ограничить переданный контент тегом AppChild. Условно защититься таким образом от лишнего неправильного контента. Благодаря AppChild мы можем убедиться, что тут будут отрисовываться только те компоненты, но мы все равно не можем получить доступ к самим компонентам, которые попали сюда в ng-content.htg. Например, если я захочу вызывать у него некоторый метод при определенных логических ситуациях. Чтобы получить ChildComponent в нашем TypeScript файле в ParentComponent.ts, мы можем воспользоваться декоратором, который называется ContentChild. Здесь для типизации укажем, что это у нас ChildComponent. И нам нужно сказать, будет ли AppChild здесь или не будет. ContentChild ожидает получить хотя бы один аргумент. Нам нужно сказать, кого мы хотим извлечь. Здесь, передав ChildComponent, Angular попытается найти в контенте ChildComponent. С помощью восказательного знака я сказал TypeScript о том, что я уверен, что он всегда будет передаваться. Но в случае, если мы не уверены, то нужно поставить сюда вопросительный знак. Теперь можем отправиться в дочерний TypeScript файл и добавить метод, чтобы мы могли его вызывать оттуда. Давайте посмотрим, когда мы сможем получить доступ к нашему AppChild компоненту. Для этого везде по этим консоль-логам раскидаем это. Напишем здесь везде AppChild в конце. Отправляемся в браузер и смотрим. В конструкторе у нас еще недоступен контент родительский. В ng-on-changes недоступен. В ng-on-init тоже недоступен. В do-check недоступен. И впервые он становится доступен в ng-avto-content-init. Что логично, потому что метод жизненного цикла называется именно content-init. А мы говорим сейчас о контенте. Значит, мы в этом месте можем вызвать наш метод. AppChild. Так как мы сказали, что он тут необязательный, то мы вызовем sayHi в случае, если этот компонент был найден. И мы видим, что тут отработал Hi from child component. Теперь, если отправиться в наш декоратор и вторым параметром передать опции сюда, то мы можем сказать, что это у нас компонент, который является статичным. Что означает, что наш компонент является статичным? Это означает, что мы можем с ним работать гораздо раньше, чем контент был проинициализирован. Что это некоторый набор верстки, который потенциально не будет никогда меняться. К примеру, у нашего контента нет никаких if-ов, по которому он будет показываться, скрываться. Плюс у него нет никаких input-ов. А значит, он не будет меняться по мере инициализации кода. Давайте смотреть, что у нас теперь получается. Что в конструкторе у нас undefined. И child component нам уже доступен в ng-on-changes. При этом у child component title будет пустым. И уже только после ng-after-content-init title был инициализирован у child component. Из чего мы можем сразу сделать вывод, что наш компонент не статичный. Если мы с ним начнем работать в ng-on-changes, то в этом случае он будет неполноценный. Еще не полностью инициализированный. Так что используйте такой подход достаточно осторожно. Еще что мы можем сделать, мы можем не просто вызывать у него метод sayHi, а мы можем брать и менять реально title. К примеру, взять у нашего thisAppComponent, проверить, что он есть. И ему передать новое значение title. Например, передать сюда full. И мы видим, что title у нас был переустановлен. Таким образом, получив прямой доступ к контенту, мы можем насильно подменять параметры, которые были выставлены родителям. А что будет, если мы передадим 2 или 3 компонента? Ответ тут достаточно простой. Angular возьмет первый из списка и вернет его нам. Я понимаю, что вам нужно работать со всем списком. И для этого у нас есть выход. Мы можем использовать другой декоратор, который называется contentChildren. Сказать, что мы будем получать все тот же child component. ContentChildren вернет нам query list объект, в котором уже будут содержаться выбранные элементы. Давайте в web component.html сейчас передадим парочку детей. Вот таким образом. И в console.log выведем в parent.ts значение children content. И мы видим, что результат это у нас query list. Внутри этого query list у нас есть поле results. И мы тут видим, что у нас есть child компоненты. Первый из них имеет значение full title, а остальные имеют значение my project. Так как с помощью директивы contentChild мы извлекли первую попавшуюся child компонент. И дальше ему поменяли значение на full. То вот мы имеем четкое подтверждение, как это все работает. Что только первый компонент извлекается, и для него меняется что-то. Но мы можем получить зависимости не только по имени класса, а, например, по шаблонной переменной. Давайте это сделаем в двух местах. Отправимся в web component.html. И здесь делаем решетка ref. И для примера добавим тут некоторый тег p. Тоже решетка ref. Мы видим, что к нам теперь возвращается 4 значения. Массив из 4 значений в query list попало. И мы здесь можем увидеть, что нам вернулся элемент ref с native элементом. Разумеется, если бы мы вызвали метод up, то у нас вышла бы ошибка. Мы не смогли бы вызвать метод sayHi. Чтобы сохранить возможность извлекать зависимости по вот таким вот селекторам, но при этом получать реально правильные значения, то я предлагаю объявить здесь поле read. Таким образом, мы просим Angular перепроверить, что же было извлечено. И мы убедимся, что теперь у нас будет извлечено 3 значения. Вот query list. Мы видим массив из 3 значений. И теперь тут безошибочно будет извлекаться правильный child component. Для лучшего примера добавлю еще p сверху, чтобы по ошибке якобы попыталось извлечься верхнее значение. И мы видим, что все равно child component у нас был извлечен и извлечен правильно. То есть это такая дополнительная возможность защититься от дурака, когда нам пытается протолкнуть что-то то, что не должно было попасть. Благодаря read можем спокойно это выфильтровать. Благодаря извлечению списка элементов через лист, мы можем спокойно теперь крутить этот лист и быть уверенным, что query list будет всегда. Если вдруг у нас была опечатка, либо ошибка, либо кто-то не передал правильные элементы, то к нам придет query list. И он просто будет пустой. Благодаря чему нам не нужно проводить дополнительные проверки и убеждаться, что там только один элемент, а не много. И теперь предлагаю рассмотреть такой вариант, что к нам приходит набор шаблонов, которые мы будем рисовать внутри. Давайте я этот код закомментирую и напишу тут новый код. Я объявлю шаблон, который будет храниться в шаблонной переменной bar. LetItem из видео про шаблоны должно быть понятно. Это значение по умолчанию. Я добавлю еще несколько таких шаблонов. В одном из них я буду рисовать через B. Следующим нарисую italic. Вот так вот. Тут добавим сразу bass, чтобы было разнообразие. И добавим сюда p. И укажем, что тут якобы нужно сделать skip. Например, напишем тут foo. Родитель к нам передал вот такой набор данных. И нам нужно забрать отсюда только шаблоны, используя вот эти вот селекторы. Мы будем использовать все сразу, чтобы проверить, как оно работает. Для этого отправляемся в parent component. Добавляем сюда свойство. Назовем его templates. Здесь я скажу, что оно будет обязательно. Это будет query list. И тут будет template ref. Внутри которого я буду передавать контекст, который будет добавлять значение по умолчанию, то есть implicit, с типом данных string. И нам необходимо теперь указать content children. Указать, что у нас тут будет foo, bar и buzz. Селекторы, которые перечислены просто через запятую. И для того, чтобы мы не извлекли случайно p. То здесь я сделаю эту переменную read. Опцию передам read. И скажу, что здесь у нас будет проверка на template ref. Таким образом останутся только template. Пэшка будет выкинута. Сразу можем проверить, что это так. Убеждаемся. Templates. Это у нас query list с тремя значениями. Везде тут в массиве находится template ref. И теперь отрисуем это все по циклу. Я всего лишь для обучения добавлю сюда пример, как это могло бы быть. Берем ng-container. Говорим, что мы будем рисовать в цикле. Будем перебирать наши темплейты. Доставать по очереди темплейт за темплейтом. Если ни одного темплейта не будет, то разумеется, ни разу мы сюда не зайдем. Чтобы отрисовать, нам нужно использовать еще раз тег ng-container. И использовать уже директиву ng-template-outlet. И в нее передать темплейт, который был получен из этого массива темплейтов. Теперь в этот темплейт нам необходимо передать контекст. И контекст у нас будет объект, у которого будет ключ implicit. Так как у нас сейчас нет никаких динамических значений, то мы просто сюда передадим какой-то темплейт в value. Вот так будет более наглядно видно. Передаем шаблон, контекст. Контекст это объект с таким-то ключом и с такой-то строчкой. Вы можете сюда подсунуть любое значение, которое вы хотите. Вот, например, title. Смотрим. И у нас рисуется темплейт в value. Темплейт в value, темплейт в value с тремя разными значениями. Это обычная, это бэшка, это italic. Разумеется, я не завернул это в P, поэтому у меня слиплись эти две строчки. Если посмотреть на наши темплейты, то они довольно-таки громоздкие и некрасивые. Но это временно, пока мы с вами не изучили директивы, что умеют делать директивы. И в плейлисте по директивам я вам покажу, как сделать передачу шаблонов очень гибкой и с дополнительными параметрами, чтобы мы могли создавать невероятно гибкие решения. Давайте сейчас проговорим краткий гайд к этому уроку. Между тегом компонента можно передавать контент внутрь. Уже в верстке самого компонента мы можем использовать ng-контент, чтобы отрисовать то, что было передано внутрь. С помощью использования атрибута select мы можем выбирать определенный контент, который был передан. Но для того, чтобы получить контент в TypeScript файле компонента и взаимодействовать непосредственно с объектами дочерних компонентов, например, нам нужен декоратор. Это декоратор content child, который позволяет извлечь одно значение из контента. И это декоратор content children, который извлекает query list из контента. Селектор может быть разнообразный. Это может быть компонент, это может быть директива, это может быть сервис, который есть в нашем контенте. Либо это имена шаблонных переменных, которые встречаются у нас в нашем контенте. И эти переменные можно перечислить через запятую. Content child поддерживает опцию static, которая говорит о том, что наш контент является статическим, и он не будет меняться после инициализации компонента. И мы тогда сможем получить к нему доступ как можно раньше. С помощью опции read мы можем фильтровать полученные данные. Когда мы по шаблону переменной что-то достаем, нет никакой гарантии, что там будет непосредственно то, что мы мечтаем получить. Для этого есть вот эта опция read. В случае, если мы укажем static false, либо мы получили список детей, то в этом случае мы можем получить доступ к этим переменным только лишь в ng after content init, не раньше. И можем получать обновления каждый раз, когда срабатывает check it для ng content. Разумеется, в других методах жизненного цикла мы тоже можем такое делать, мы тоже можем это получать, но нужно быть осторожным. ng on init, например, там доступны только статический контент, и все. Ну и вишенка на торте, это возможность передать шаблоны. Обозвать их специфичной шаблонной переменной, как мы сделали это здесь. Видите, тут три разные шаблонные переменные. Далее шаблоны, к примеру, будут получать какое-то значение по умолчанию, и его рисовать. В родителей мы подключим шаблоны через вот такой вот селектор, и благодаря свойству read сможем выфильтровывать, оставляя исключительно шаблоны. Далее мы можем повторить механизм отрисовки шаблонов, в ng-контейнере перечислив все шаблоны, и в ng-контейнере добавив ng-template outlet, передав туда каждый шаблон по очереди, и к каждому шаблону прикрепив контекст, где $implicit, это как раз и есть байдинг свойства по умолчанию для шаблона. Это открывает для вас больше возможностей по манипуляции с html. Исходный код урока будет доступен по ссылке в описании под этим видео. Спасибо, что досмотрели до конца, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok